Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, мы сегодня успеем завершить 119-й псалом. Начинаем с ПЭЙ. Пасук ПЭЙ. Буква ПЭЙ создана левая ноздря, и поэтому, если есть проблемы с левой ноздрёй, отёки, припуклости различные, нарывы, не дай бог, всё это надо прочесть над оливковым маслом и затем смазать. Для победы в суде за себя или за других 17 раз считается этот пасук. Написано, очень помогает. Чтобы перестали о тебе говорить негативные вещи, 14 раз пишут, надо читать этот пасук, и противники замолкнут. Для раскаяния, чтобы легче раскаивалось, тоже хорошо читается. И последнее, для сбережения глаз, чтобы ты меньше смотрел на то, что не надо. Это от имени Вильянского Гаона написано, очень хорошая сгула, читать именно это. ЦАДИ, буква. Для победы в суде произнести этот пасук 24 раза, лучше недалеко, прямо в судебном, зале. Так же хорошо произнести этот пасук, сразу после того, как прошли 17 раз вот этот пэй, а потом ещё вот один раз считать его. Для того, чтобы люди согласились с твоим мнением и тебе поверили, как бы, 12 раз читается Тигелем ЦАДИ. И последнее, для избавления от врагов и всяких притеснителей читается этот кусок. КУФ, да? Создана левая нога буквой, при болях в суставах или вообще в левой ноге читается именно КУФ. А ещё лучше брать масло розовое или оливковое, лучше розовое написано. И читать над ним этот кусочек и мазать ноги. Чтобы молитва человека принималась быстрее, 12 раз считаются в соответствии с количеством брат небесных и лучше подходит. Для защиты в дороге читают этот пасук. Во время поста, чтобы хорошо засчитан был пост, читают этот пасук. От зависти, чтобы человек подавлять себе это нехорошее качество. Вообще, для всего плохого читается этот пасук. И это работает. Рейш. Правое ухо связано с буквой Рейш. При болезни правого уха взять немножко оливкового васта, положить зубчик цеснока, написано. Накрыть, оставить на 24 часа. И затем прочитать над этим стаканом 119-й Рейш Тигелем. И потом пипеткой закапать 3 капли. Но лучше с врачом ещё надо. На духовном уровне вообще написано, что если уши болят, то это если ты плохо слышишь, плохо, что говорят о мудрецах или знатоках Тора. Для избавления от ненавистников и врагов, чтобы держались подальше, не дали ей навредить, 28 раз читают этот пасук. Чтобы не забывалась Тора, читают в день учёбы 119-й, она не забывается. Шин буква. Написано, шин создана голова. При головной боли читают над оливковым маслом этот пасук и смазывают голову. Для мира. Для мира. Читается этот салон, потому что люди, с которыми хочешь помириться, шины, и это работает. Для примирения с врагами та же самая читает 12 раз, только здесь написано над Тигелем. Шины можно мириться. Буква ТАФ. Пасук ТАФ. Буква ТАФ создана левое ухо. Хорошо взять стакан оливкового масла, опять зубчик, знака, накрыть на 24 часа, прочитать над этим стаканом Тигелем 119 и пипеткой 3 раза, но повторяю лучше курачок. Это одно другому не мешает. Для удачи. На всю неделю. Читается 119 кусочек этот. Особенно сразу Мацей Шаббат. Это очень написано хорошее. Что еще сказать? Вообще, 119 Псалом при болях, при болезнях, тому, кто отправляется в путь, против несчастья, для стойкости каких-то вопросов, для исполнения заповедей, для сосредоточенности в коване такой. Это общий 119 и вообще. И Рабейну Хида писал, что чтение Тигелем как возможность выйти за рамки человеческих. И читая 119 Псалом по буквам имени человека, где каждый абзац имеет 8 стихов, выводит человека за границы его проблем, забот, бед. Это огромное возвышение. Вот все. Браховать слухам мы закончили 119 Псалом.